На портал Экзегет поступил вопрос. После воскресения человеческая природа была поглощена божественной. Так ли это? По всей видимости, речь здесь у нас идет, конечно, о воскресении Христовом. Нужно заметить, что как отцы церкви, деяния, собственно, вселенских соборов, все они единомысленно и говорят по этому поводу совершенно однозначно, что ни на каком этапе ни одна из природ в Христе не поглощает другую. Напомню, мы, согласуясь с отеческим как раз учением, утверждаем, в Христе и Иисусе явлены две природы. Природа божественная и человеческая. Обе они ни в чем не ущербны, явлены в абсолютной полноте. При этом ни одна из них не давлеет над другой. Сам же Христос являет при этом единую целостную ипостась, единую целостную личность. То есть в Христе нет никакого личностного разделения при вот этом разделении природном. У нас есть совершенно конкретные фрагменты из Священного Писания, которые подчеркивают эту самую мысль, что по воскресении Христовым он продолжил оставаться все тем же человеком, каким было при жизни. Да, многое в нем изменилось. Например, он обладает с одной стороны телесностью, с другой стороны она не давляет над ним. Мы видим, что Христос, например, ест перед апостолами, и это действительно так, это абсолютная реальность. При этом он, например, входит к ним затворенными дверями. То есть такого тяготения, ограничивающих нас природных свойств, которые мы испытываем на себе, Христос по воскресении уже не испытывает. Есть один очень важный евангельский фрагмент, который, собственно, подчеркивает эту мысль. Это Евангелие Теанна, 20 глава. Фрагмент о том, как Христос является Фоме. Мы помним, Христос явился апостолом, с которыми на том этапе не было апостола Фомы. Далее он говорит следующее. «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал «Мир вам». Потом говорит Фоме «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ «Господь мой и Бог мой». Традиционно мы смотрим на этот сюжет преимущественно как на сюжет в целом уверения апостола Фомы. Но отсюда мы можем сделать и важный вывод в контексте нашего с вами сегодняшнего вопроса. Мы видим, что Христос Воскресший настолько сохраняет свою человеческую природу, в том числе даже банально телесность, что на нем остались раны от его крестных страданий. На его руках язвы от гвоздей, а в его ребро пронзено копьем. Отныне они не сопряжены со страданием. Христу они нисколько не тягостны, но как след его истории они пребывают с ним. На указание важности и значимости этого мы можем обратить внимание, например, в тексте апокалипсиса Иоанна. Когда в образе Агнца, когда Иоанн созерцает престол Господень, и он видит на нем Агнца живого, но как бы закланного. В этой аллегории мы прекрасно понимаем, что Иоанн описывает видение Христа, который вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира, как говорит о нем Иоанн Креститель. И, собственно, как бы этим связана подобного рода параллель. Так вот, он жив, но как бы заклан. Его природа сохраняет на себе следы понесенных страданий. Поэтому, еще раз подводя итог, отмечу, нет, ни в коем случае мы не можем говорить, что после воскресения человеческая природа в Христе была поглощена божественной. Христос, кроме всего прочего, есть образ воскресения всякого из нас. Каждый из нас также воскреснет не в какой-то абстрактной природе, а в полноте своей Богом данной человеческой природы. Продолжение следует...